Это Варшавское гетто в 1941 году. Это гетто в 1942 году. Это гетто в 1943 году. Нацисты намеренно морят людей голодом, чтобы их убивать и лишать сил, дабы не допустить бунта. Но евреям удается добыть оружие, и они погибают, сражаясь. Выживших депортируют в лагерь смерти Треблинка и уничтожают. Гетто сравнивают с землей. В то же время союзники добиваются еще одной победы. Они входят в Тунис. За этими воротами немцы уже начали проводить политику преследования евреев в Тунисе за время короткой оккупации. Пользуясь возможностью евреи, тут же срывают желтые звезды Давида. Итальянским пленным показывают оскорбительные жесты из толпы. Ромеля, который все еще в Тунисе, снимает немецкий офицер. Он садится в один из последних самолетов, улетающих в Германию. В марте 1943 года он написал, «Я получил указание взять отпуск по болезни и привести себя в порядок. Все мои попытки уберечь моих людей и увезти их на континент не увенчались успехом. Из штаба фюрера поступили приказы о сохранении причины моего отзыва в Германию в строжайшей тайне. Моя военная репутация еще должна послужить устрашением». Африканский корпус взят в плен. Он марширует длинным строем к судам американского флота, которые перевезут его на другую сторону Атлантики. Во время войны 380 тысяч немцев будет отправлено в Канаду и Соединенные Штаты, откуда сбежать невозможно. Эти пленные вот-вот отправятся в необычную Одиссею. Она начинается на этих военно-транспортных кораблях. Многим кажется, что это сон. Для них война окончена, и они в безопасности. Но для этих немецких солдат сон вскоре обернется кошмаром. Ведь даже здесь нацисты подчиняются старым правилам. Эти люди, сходящие из судна в Канаде, упорствуют и отдают честь. Даже те, у которых всего одна рука. Некоторых пленных отправляют в лагеря Вирджиния и Техасе. И они работают на хлопковых и табачных плантациях. В этих бараках нацистский закон по-прежнему вселяет страх в пленных. За короткое время нацистские офицеры взяли под контроль пленных, прибегая к устрашению, пыткам и даже убийствам, чтобы сохранить фашистскую идеологию среди пленных товарищей. И это послание должно дойти до немецких солдат, воюющих и переживающих тяготы на всех немецких фронтах. Они должны понять, что ничего не приобретают, присоединяясь к союзникам. На Восточном фронте с момента падения Сталинграда бойцы вермахта стали совсем другими. Солдаты сплетничают о фюрере. Похоже, он сошел с ума. Его тайно держат в Берхтесгадене. Нам показывают его двойника. Но нет, это Гитлер собственной персоной. Его снимает его любовница Ева Браун. С момента поражения его армии в Сталинграде и Эль-Аламене он изменился. Его знаменитые усы посидели. Один из его генералов, фон Зенгер, поражен тем, как он выглядит. Он говорит, его кожа стала дряблой. Его голубые глаза, которые так гипнотизировали толпу, покраснели от бессонницы. На самом деле, его врач доктор Моррель приготовил для него глазные капли с кокаином. Здесь Моррель снят 20 апреля 1943 года вместе с секретарями и близкими друзьями, которые приехали поздравить фюрера с днем рождения. Ему исполнилось лишь 54 года. Моррель способен придать ему презентабельный вид для церемоний. Но Гитлеру с трудом удается контролировать левую руку. Порой она трясется. У него уже появились признаки болезни Паркинсона. В результате глава СС Гиммлер становится еще более важной фигурой. В отряды СС теперь вербуют гитлеровскую молодежь. Первоначально они создавались как «Штутстафель» — охранные отряды для нацистских должностных лиц. Позднее они будут поставлять охранников для концлагерей. СС уже создали собственную настоящую армию — ВАФН-СС. В будущем эти элитные войска, находящиеся под руководством Гиммлера, должны заменить вермахт, который уже не считают на 100% лояльным. Гиммлер все чаще набирает рекрутов из оккупированных стран. Фанатиков вроде этих бойцов боснийских СС. В оккупированных районах России СС также без труда завербовали две дивизии казаков, которые прославились своими кровавыми антисемитскими погромами в царские времена. Они составят грозный 15-й кавалерийский корпус СС. Что же до вермахта? Он завербует целый миллион советских пленных, у которых не останется другого выбора — им либо умирать от голода, либо воевать на стороне немцев. Некоторые, вроде бывшего советского генерала Андрея Власова, тоже против Сталина. После немецкой блокады Ленинграда Власова взяли в плен. И он перешел на сторону противника. Он будет командовать русской освободительной армией под флагом вермахта. Немцы снаряжают этот свой иностранный легион лучшим вооружением вроде танков под названием «Тигр», спроектированных блестящим инженером Фердинандом Порше. Оснащенные орудием калибра 88 мм, «Тигры» были самыми страшными немецкими танками. В итоге Гитлер в своем волчьем логове вновь начинает тешить себя надеждами. Теперь он может вернуться к своей навязчивой идее об уничтожении Красной армии. Он хочет напасть на Курск. Русские продвинулись вглубь фронта, и Германия начнет массированное летнее наступление под названием «Операция «Цитадель». Это самое крупное танковое сражение в истории. 2700 немецких танков готовятся сразиться с 3600 советскими. Но, похоже, немецкие «Тигры» имеют подавляющее техническое превосходство. Гитлер понимает важность этого сражения. Во главе своих сил из 900 тысяч солдат он поставил человека, который помог ему выиграть битву за Францию, фельдмаршала фон Манштейн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok